Полицейские задержали еще одного представителя ОПГ Халиулинские, который успел скрыться во время перестрелки в Центральном районе. Как сообщают источники, приближенные к криминальному миру, все это время представитель группировки прятался не только от полицейских, но и от ряда криминальных авторитетов, которым успел насолить, чем именно разбиралась Татьяна Лаврова. Этого представителя известной ОПГ Челябинска Халиулинский искали почти два месяца. В мае ему удалось скрыться во время задержания налетчиков на приемку лома на улице Худякова. Ваня тогда ускользнул от руки правосудия и трусливо гасился на какой-то малине в Миасе, попивая пивко у себя дома, в то время как его пацаны уже два месяца парились с СИЗО. Напомним, жители Центрального района стали свидетелями перестрелки. По некоторым данным, молодыми людьми были представители Халиулинской ОПГ. Они совершили налет на приемку лома. Для задержания бандитов ввели план перехват. И вроде бы всю компанию арестовали. Но, как оказывается, двоим удалось скрыться. Успел нажать на газ и проскочить перекресток на красный свет. В это время заблокировали остальные автомобили и занимались задержанием оставшихся семерых подозреваемых. По данным собеседника, Урару незадолго до задержания член ОПГ стал участником конфликта в криминальном мире. Ссора произошла с представителем одного из азербайджанских кланов. Это кадры той самой драйки. Он обоснованно ударил виновника конфликта. Тот принял все претензии, признал его правоту и извинился. Но затем пообщался с земляками, в том числе с теми, кто контролирует овощебазу номер 4 в Екатеринбурге. Его уговорили отомстить. В конце апреля толпа боевиков приехала на черном микроавтобусе, напала нарезанного у подъезда и избила его вместе с приятелем. Тогда в конфликт вмешались воры в законе и проблему удалось устранить. Только вот по видимому обиду на бандита затаили и ему пришлось скрываться не только от полицейских, но и от своих. И вот в ходе оперативных мероприятий преступника удалось поймать. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», совершенный группа лиц с применением оружия. Остальных семь представителей ОПГ задержали еще в мае. В ходе проведения задержания подозреваемые оказали активное сопротивление. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные действия, устанавливаются все участники, а также дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых. По месту проживания изъяты мобильные телефоны, травматическое оружие, боеприпасы к огнестрельному оружию, несколько топоров. По данным сайта УРА.РУ в Челябинске, ОПГ Халиулинская была создана в 90-х. Ее главарь тогда считался неформальным хозяином тракторзаводского района Челябинска. Только в 2006-м его и других участников группировки расстреляли киллеры. Мощная криминальная империя распалась на несколько группировок. Одной из них сейчас руководит некий Клёпа. И вот, по данным источников приближенных к миру криминала, сейчас у этой ОПГ сложные времена. Они якобы нажили себе много врагов. И, видимо, теперь им мстят.